Наверное, мотивирует, вдохновляет меня, можно сказать, такие же особенные мамочки, как и я, потому что даже вот среди моих подруг, потому что, например, я воспитываю только одного особенного ребенка, да, у кого-то в семьях бывает, что родилось даже несколько особенных детей, и я поражаюсь, я им всегда говорю, как вы все успеваете там и мужу внимания уделить, и другим детям, вот, поэтому, ну, для меня вот такие мамы являются мотиваторами, и таких мам очень много сейчас и в интернете, и можно за ними наблюдать, за их жизнью, восхищаться ими. Всем привет, дорогие друзья! С вами передача «Блиц-визит» и я, ее ведущая, Геляна Долгина. Всех с наступающим Новым Годом! Сегодня у нас в гостях замечательная Эва Саряева. Эвочка, привет! Привет! Всем привет, дорогие зрители! Расскажи, пожалуйста, о себе, нашим зрителям. Ну, многие меня знают как маму особенного ребенка, я являюсь членом Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, но в последнее время мне часто знакомые говорят, что не надо себя позиционировать только как маму особенного ребенка, ты же в первую очередь женщина, личность, и вот я даже в последнее время действительно подумала, может быть, мне изменить шапку профиля своего аккаунта, потому что у меня там именно, да, действительно, я себя позиционирую как мама особенного ребенка, но ведь я не только мама. Так что, если у моих подписчиков есть какие-то идеи по этому поводу, пишите мне. Да, действительно, ты очень жизнерадостная и яркая, мне кажется, ты могла бы даже стать и бьюти-блогером. Как тебе удается быть в форме, как ты себя поддерживаешь, успеваешь, может быть, тебя кто-то мотивирует? Ну, наверное, мотивирует, вдохновляет меня, можно сказать, такие же особенные мамочки, как и я, потому что даже вот среди моих подруг, потому что, например, я воспитываю только одного особенного ребенка, да, у кого-то в семьях бывает, что, ну, так случилось, да, что родилось даже несколько особенных детей, либо если есть особенный ребенок, но есть еще муж, есть еще нормотипичные дети, и я поражаюсь, я им всегда говорю, как вы все успеваете там и мужу внимание уделить, и другим детям, вот, поэтому, ну, для меня вот такие мамы являются мотиваторами, и таких мам очень много сейчас и в интернете, и можно за ними наблюдать, за их жизнью, восхищаться ими, ну, и вообще сам по себе я такой позитивный человек, и сейчас же вот модно вообще вот эта психология, бадзы, сюцай, да, все такое, и у меня даже вот написано, что если человек, сознание такого, как я пойдет по отрицательному пути, то я буду постоянно находиться в депрессии, поэтому человеку, как я, нужно всегда позитивно мыслить, и все будет, в общем, замечательно. Я вот знаю, ко мне даже обращались девочки с психологическими, наверное, проблемами, спрашивали, как позвонить Эве, как у нее спросить, нам нужна ее поддержка, вот, бывает такое, что тебе звонят, спрашивают, Эва, помоги, вот мы в такой ситуации, может быть, ожидаем такого ребенка, или вот уже родился такой ребенок, как ты вообще с этим работаешь? Вообще бывает так, что мне на мой аккаунт пишут мамочки, которым там только поставили диагноз, либо диагноз еще под вопросом, либо они уже являются особенными мамами, и бывают периоды, когда мне пишут вот прям через день, либо каждый день, и еще бывает так, что они говорят, вот, я там наблюдаю за вами уже там полгода там или год, и все вот не решалось вам написать. Девочки, особенные мамы, пожалуйста, если вам нужна поддержка, да просто какие-то слова поддержки, да, пишите, не стесняйтесь, я такая же мама, и всегда пойму и поддержу, просто действительно многие бывают говорят, что, ой, я что-то там боялась, или там все хочу, а ну пишите, я всегда открыта, welcome всем. А есть же какая-то у вас своя тусовочка, да, родителей, вот Оля там, вот расскажи, вы как-то познакомились или кто-то организовал эту группу, так скажем? Ну, я скажу так, что вообще все там особенные родители, ну, многие мы друг друга знаем, да, потому что ходим в одни какие-то реабилитационные центры, да, там, на занятия детей водим в одни и те же места, к примеру, к одним и тем же педагогам, и нам приходится в любом случае общаться друг с другом, и мы друг друга многие знаем. И очень часто, ну, вот, естественно, пока мы сидим, ждем, ожидаем в коридорах детей, допустим, да, и начинаем разговаривать, и получается, что, ну, всем нужна поддержка в той или большей степени, и давно уже была идея, я не раз обсуждала с другими такими же мамочками особенными о том, что нужен какой-то клуб встреч, особенных мам, и, ну, в декабре прошлого года получилось вот организовать, и вот мы собираемся, когда, конечно, кому удобно, и, кстати, очень часто принимают участие в этом и психологи, которые проводят для нас тренинги бесплатные, причем абсолютно, и это действительно нужно особенным, это вообще, в принципе, да, сейчас любому человеку нужно, любой маме, маме в декрете, а еще если она и особенная, вот, потому что я понимаю, что я сейчас сама, например, нахожусь в наполненном состоянии, и поскольку я сама наполнена, то я могу и других людей наполнять, да, а когда-то я была не в ресурсе, как это говорится, и я понимаю, что это такое, и как это важно помогать другим таким же мамочкам, и, ну, в общем, встречи... Новый год вы проводили, да, по-моему? Новый год. Новый год это у нас конкретно для особенных деток, и хочу сказать, что сейчас тоже мы планируем провести Новый год, и уже второй год мне помогает вот как раз Оля, которую, ты знаешь, наша особенная мама, у нее аккаунт «Праздник в дом», она как раз-таки занимается аниматорством, вот, и у нее куча костюмов, вот этих кукол классных, и это все, естественно, бесплатно предоставляется, все для наших деток особенных, и находится каким-то чудом, вот, что в прошлом году нашлись спонсоры, которые привезли подарки для деток, и вот сейчас тоже буквально на днях, можно сказать, мне просто девушка, моя подписчица, скидывает, знаете, немаленькую сумму для Калмыкии и говорит, купи, пожалуйста, для особенных деток подарки, и, в общем, я тебе доверяю на твое усмотрение и так далее и тому подобное, и мне вообще очень приятно, что еще и люди мне доверяют, может быть, тебе стать действительно каким-то организатором вот организации в Калмыкии, такого вот фонда, нет, не думала? Это какие-то некоммерческие организации, но это тоже все, конечно, не так просто, это тоже нужно регистрировать НКО и там нужен и бухгалтер, к примеру, да, там и куча, да-да-да, то есть это не все так просто, здесь вроде как я одна, и кто-то мне всегда еще помогает, да, те же мамочки особенные, ну и просто, действительно, у нас очень много людей, которые готовы помогать вот безвозмездно, потому что, когда мы первые встречи проводили с особенными мамочками, то одна подруга, которая занимается у меня бьюти-сферой, да, говорит, а я хочу подарить там мамочке педикюр какой-нибудь, да, ну ты там выбери, либо, ну мы проводим вот розыгрыш обычно на встречах, потом и так вот стали люди подтягиваться, а я хочу подарить там депиляцию, там, и там макияж, там и так далее, и тому подобное, ну в общем, и это очень круто, и это приятно любой маме, ну и она себя чувствует, естественно, да, ну любая женщина, когда сделает что-то себе, да, да, и сразу себя чувствует женщиной, и, в общем, это тоже помогает быть в ресурсе. Что бы ты вот хотела сказать тем, кто еще, может быть, боится этой проблемы или стесняется, вот как донести, что можно быть мамой особенного ребенка, при этом оставаться женщиной красивой, жизнерадостной, вот что бы вот ты пожелала или подсказала этим девочкам, которые вот находятся пока не в ресурсе, пока боятся этой проблемы, может быть? Ну, для начала надо принять эту ситуацию, потому что и я знаю много случаев, когда вот не принимают, и вообще вся семья, и там с мужем еще тоже проблемы, то есть нужно пройти в первую очередь вот эту стадию принятия, вот, а потом уже, я думаю, различные, ну сейчас много способов, да, там и к психологу, сейчас, ну, я не знаю, среди даже моих подруг, да, там каждый второй ходит к психологу, и это нормально, и поэтому, ну, можно себе, да, таким образом помогать, и мне кажется, вот я, допустим, все последние годы, даже и к тебе я, да, я ходила, и на йогу в гамаках, и на кангу-джампс, да, и действительно, последние все годы я всегда чем-то занимаюсь, сейчас это там у меня танцы, зумба, бачата, и это тоже помогает быть в ресурсе, наполняет. Согласна. А кто тебе помогает? Мама, может быть, няня, или вот ты все сама, вот как это происходит, какова вот эта обратная сторона красоты и жизнерадостники? Я скажу так, что мне помогают практически все люди из моего окружения, ну, наверное, не помогает только отец ребенка, с которым мы, в принципе, давно уже и не общаемся, и не держим никакой связи, а так, действительно, у меня замечательные подруги, которые мне готовы помочь и материально всегда, и физически, там, где-то и посидеть с сыном, и там, что-то мне нужно сделать, да, там, я не знаю, какая-то мужская работа, и не отправлять своих мужей ко мне, в общем, ну, просто. Все готовы помочь, да. Ну, наверное, это, знаете, вот, как ты относишься, да, вот, к людям, ко вселенной, да, там, и ты получаешь взамен. Да, больше отдаешь, больше получаешь. Так, ну-ка, про личную жизнь, про мужа. Есть ли какая-то у тебя обида, или вот все ты отпустила, и живешь в радости, радости, и вот, ну, обычно он не общается, да, получается? Да, 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 уже давно, ну, последний раз видела ребенка в пятнадцатом году. А ты вот, у тебя нет какой-то там обиды, то есть ты, этот блок, у тебя нет его, да? Ну, конечно, конечно же была, наверное, как и любой женщины, которая осталась одна с ребенком, да, но я стараюсь не держать обиду, прорабатываю себя, да, там, там, я не знаю, про себя проговариваю, что там я не держу, допустим, потому что жить с обидой, это очень тяжело, она разрушает изнутри, и, ну, я вообще стараюсь ни на кого не обижаться в этой жизни поменьше, и я также стараюсь других людей поменьше обижаться, потому что мне тоже не хочется, что кто-то на меня держал обиду. Боже, какая ты золотая. Эва, скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь программу «Доступная среда»? Ну, я хочу сказать, что вообще в последнее время все, что строится в нашем городе, практически все с учетом вот доступной среды, доступности, да, для людей с инвалидностью, и, ну, вот эти пандусы, да, и так далее, и тому подобное. Единственное, что все-таки вот у меня, например, есть замечания по транспорту общественному, потому что, ну, вот в маршрутке, либо вот городские автобусы, но у меня, к примеру, ребенок, да, там, ходящий, но у меня в моем окружении очень много мамочек, у которых дети на инвалидных колясках, естественно, просто, ну, это нереально взобраться ни в городской транспорт, да, в пазик, ни тем более в маршрутку. То есть это либо ехать им по городу, ну, благо, конечно, у нас небольшой город, но все равно, когда зима, ну, то есть это проблематично. И либо им на коляске как-то передвигаться, ну, либо какие-то вот еще способы, даже, ну, и такси это тоже... Не все хотят убрать, наверное, да? Потому что, представляете, вот коляска, коляски бывают тоже разные абсолютно, вот, и плюс, ну, для таксиста, наверное, там же им же ценно время их, а здесь же пока не загрузят, пока, конечно, люди бывают очень человечные, да, понимающие, но все же, вот с транспортом, конечно, есть, мне кажется, ну, небольшая беда в нашем городе. А какие мероприятия или события тебе запомнились в этом году? Ну, все события у меня, конечно, яркие события, связанные с особенными детьми, с моим особенным ребенком, и в первую очередь я хочу сказать, что в этом году весной впервые в Калмыкии открылось лечение зубов для особенных детей под наркозом именно. То есть это вообще, я не знаю, большим прогрессом можно назвать, потому что никогда в Калмыкии раньше такого не было, это было доступно только в соседних регионах, Волгоград, Ставрополь, и я уже когда-то возила своего сына в Волгоград, чтобы лечить, потому что, ну, невозможно, приходишь в обычную стоматологию, даже если врачи хотят помочь, но они не в состоянии, потому что ребенок не дается, это нужно там троим, четверым, пятерым держать, и это же стресс и для ребенка. Поэтому, ну, очень тяжело лечить, и все отказываются, и сейчас появилась возможность лечения зубов под наркозом, и то есть, и как раз я хочу сказать, может быть, не все знают об этом, да, не все родители особенных детей, в общем, если у вас есть особенный ребенок, и ему нет еще 18 лет, то вы можете получить эту помощь, и она абсолютно бесплатна, потому что даже в каких-то регионах там это стоит, ну, каких-то бешеных денег, то у нас это абсолютно бесплатно для вот особенных деток. Здорово, я не знала. Да, ну вот это появилось вот, открытие было в марте, и, или даже конец февраля, но просто даже не все особенные родители знают об этом, что у нас есть сейчас такая услуга. И потом я могу сказать, что, ну, вот в этом году делали, ну, во многих школах производились и ремонты, да, капитальные, и наша школа не исключение, 12-я школа, и, ну, самое важное, это даже не просто ремонт, а именно, что в нашей школе появился сейчас ресурсный класс для особенных деток, это, он такой сенсорный, именно для разгрузки детей, то есть, допустим, они посидели в общем классе, да, со всеми детьми и пришли в этот кабинет, и там, там он оборудован, я не знаю, по-моему, там даже несколько миллионов, если я не ошибаюсь, вложено в этот кабинет, ну, по-моему, около миллиона точно, потому что там различные вот и гамаки, там есть и гамак, и даже массажное кресло там есть, представляешь? Вот, и, ну, это очень круто, и еще, наверное, ну, для меня это, ну, лично для меня, да, это важное событие тоже, наверное, вы все знаете о ледовом катке Джунгар, который открылся год назад в Калмыкии, и в феврале этого года они открыли занятие, абсолютно бесплатный для особенных деток, выделили специально определенное время, два раза в неделю, и приходят только наши дети особенные заниматься, и, опять же, не все знают родителей особенных деток об этом. Это абсолютно бесплатно, и я хочу сказать, что мой ребенок, придя на первое занятие, там, падал чуть ли не вместе с тренером, валил тренера, а сейчас он просто сам уверенно ездит на коньках. Классно. То есть, ну, я о таком могла только мечтать, и это еще и бесплатно, потому что вообще фигурное катание, хоккей, сами по себе, это как бы такие дорогие виды спорта, но... Ну, и сложные в то же время, да. Да, но получается, что нашим деткам особенным, да, это доступно бесплатно, и поэтому надо пользоваться такими благами. Да, однозначно. И если у вас возникли какие-то вопросы, пишите, не стесняйтесь, мне в соцсети, вот прям можно меня найти везде, Эва Саряева. Эва, поделись, пожалуйста, о чем ты мечтаешь? Ты знаешь, Гелян, мечты на самом деле простые, просто быть счастливой и быть мамой здорового и говорящего ребенка. Ну, это, наверное, глобально. Есть, наверное, еще не мечты, а я скорее даже назову их целями, желаниями. Я бы, например, очень хотела обучиться, пройти обучение по работе с особенными детьми. Ну, там разные есть методики, да, ну вот есть определенная методика, которая мне очень нравится, и я бы хотела, и ее нет в нашем городе, кстати, и я бы очень хотела бы обучиться. И когда я обсуждала это со своими подругами, такими же особенными мамочками, и я им говорю о том, что я бы хотела даже бесплатно заниматься, потому что я сама, как мама особенного ребенка, я знаю, сколько денег тратится на различные занятия, реабилитации и так далее и тому подобное. И я бы хотела это делать бесплатно. Но, правда, мне подруги говорят, нет, бесплатно не надо, хотя бы за минимальную цену, но нельзя, ты же тратишь свою энергию и так далее и тому подобное. Вот. Эва, в преддверии Нового года, что бы ты пожелала нашим зрителям? Ну, как бы это банально ни звучало, но я желаю всем быть здоровыми, потому что здоровье, я на своем опыте личном, да, поняла, что здоровье и жизнь не купишь ни за какие деньги, и это очень важно. Больше позитива, меньше негатива, будьте благодарными Вселенной, и вот увидите, что от Вселенной вы получите вдвойне, а то и еще больше. И, наверное, за мир во всем мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok